Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я парень, имею некоторые проблемы в личной жизни, которые сейчас опишу. А именно мне 31, у меня никогда не было отношений, очень переживаю по этому поводу. Сейчас я уже думаю, что никогда не смогу встречаться с молодой девушкой 20 лет, к примеру, потому что я упустил всё это. Смотрите, вы здесь выделяете отношения, вот у вас всё это отдельно, называя свой вопрос проблемой с молчаливостью. Вот. Ну, то есть, то, что вы молчаливый, называя свой вопрос так. Я думаю, что проблематика молчаливости является более серьёзной, чем то, что вы описываете. Хотя и это даже, на мой взгляд, не такая серьёзная проблема, как то, что вы не интересуетесь собой, своей жизнью. Понимаете? Понимаете? Не очень понимаете, каким путём он идёт по своей жизни. И что он хочет сказать миру. Да? Что он хочет делать, чем он хочет заниматься. Вот. Что он хочет принести в мир, то он начинает со всякого разного рода переключения. Вот. Если я не интересен себе, ну, значит, у меня должна быть интересная девочка. Обязательно 20 лет. То есть, вы не знаете, какая личность будет у этой девочки. Но вы не знаете, что это будет за человек вообще. Какая она будет. Будет ли у неё с вами что-то общее, не будет у неё с вами ничего общего. Вы этого не знаете. Но вот важно, чтобы девочка была 20 лет. Чтобы что? Чтобы подтвердить свою ценность. То есть, вам сложно общаться и подходить к девочкам. Потому что и общение, и, собственно, девочки должны подчёркивать вашу ценность. Должны показать вам, что вы ценны. А вы знаете, что этого возможно не произойдёт. Потому что вам, ну, не о чем разговаривать. Там, вы начинаете тупить и так далее. Кстати, тупить вы начинаете не просто так. Тупить вы начинаете потому, что появляется сверхмотивация. То есть, обязательно сказать что-то, что вот... Прямо сразу к вам расположить человека. Попытка подобрать... Для этого... Человека. Именно для этого человека. Попытка. Попытка подобрать... Какие-то... Ну, давайте... Давайте скажем... Какие-то слова. Попытка сделать так, чтобы ему было интересно. Вот. Человеку. Именно... Человеку. Вот. А... И при этом... При этом... При этом... Полное игнорирование... Того, что интересно вам. Вот. Конкретно вот... Ну... Помните... Помните... Применительно к вам. Поэтому... Я не знаю... О... О чем... И как... Проходила ваша работа с психологом... На протяжении полгода. Вот. Но... Я бы начал именно... С развитием ваших сфер... Эээ... Вашей сферы интересов. Вот. И... С выявлением обесценивающих тенденций. Вот. Дальше... Я считаю себя старым. Мне очень тяжело наблюдать. Когда же у 17-летних парней есть, так скажем... Вторые половинки. А я старик 17-летний. Просто неудачник в этом плане. Я хуже их. А... Потому что, так скажем... Они получаются альфа-самцы. А я просто омега. Проживший больше... Их в два раза. И даже не нашедший себе пару. Ну... Здесь угадываются некие депрессивные нотки. У вас. Вот. Я бы... Здесь... Прекомендовал бы обратиться вам... К врачу... Кхм... К психиатру. К клиническому психологу. Вот. Чтобы... Ну... Исключить... Эээ... Депрессию. Но... В целом... В целом... Эээ... То, что вы чувствуете себя старым, это... Доминирование родительской... Родительского эго-состояния. У вас. Вот. Подавление своих чувств. Ну и повторюсь. Активное сравнивание себя с другими людьми. Ээээ... Эээ... м... Или... м... Они... а вы сравниваете себя с другими. Да? Да все по той же причине. Потому что, не видите своей ценности, не чувствуете интереса к жизни. Сфокусировались на девочках, воспринимаете их как что-то такое вообще непонятное, магическое. Не видите в них личности. Дальше. Вы даже себе не представляете, каково это, чувствуют себя настолько ущербными, таким как другие. Понимаете, одно дело быть ущербным, другое дело затенять тело своей личности так, что оно выглядит как будто бы вот, оно не полное, а по факту оно там все как бы в порядке, просто человек его затеняет. Вот. А у вас идет, вот вы пишите, что каково это, чувствуют себя настолько ущербными, так как другие. У вас идет очень сильное непринятие себя. Вот. У всех есть пара, а я один. Я не думаю, Дмитрий, что вы правда в это верите. Есть люди которые одни. Дело, как я уже сказал, не в этом. Сырою, родный дядя, мне однажды сказал, вот посмотри сколько красивых девочек ходят, давай иди, однако для меня не так просто, приходите знакомиться. Он думает, что все так просто. Меня не понимают родственники, так же, почему я не могу найти себе пару. Это правда просто, если вы не смотрите на девочку, как на предмет завоевания. Если вы не смотрите не только на девочек, но и вообще любого человека, как на способ, на средство решения ваших проблем. Вот. Если вы так не смотрите на людей, то очень просто подходить. Но, это правда. Кто-то общительный, более общительный, кто-то менее общительный, это правда. И не каждый человек может говорить ни о чем. Не каждый человек может обсуждать какие-то пустяки. Поэтому, так важно иметь свои интересы и общаться с людьми по интересам. Вот. У вас-то какие интересы в жизни? Во мне нет решительности и спонтальности, одни сомнения внутри. Ну, у вас может и не быть решительности, у вас может и не быть спонтальности, но вы этого не узнаете пока. Не почувствуете, что вами руководит интерес, любопытство. Нет, нет этой мужской штуки, которая бы привлекала мужской противоположный пол. Вот. Вот. Здесь классическая история, что вы хотите устраивать гендерные отношения и воспринимаете девочку только как представителя своего гендера. Крайне вы ограничиваете и свою личность таким образом, и личность девушки таким образом. Лично я полагаю, что, говоря о том, что у вас нет этой штуки, которая привлекала бы девушек, я полагаю, что тем самым вы подчеркиваете, что чисто гендерные отношения вообще-то не для вас. Вот именно чисто гендерных, то вам выстраивают нужны другие отношения, партнерские, дружеские, вот. И на их основе уже будет вырастать что-то другое. А что касается модели мужского поведения, то модель мужского поведения вырабатывается. Но она погоди особо не делает. Я не считаю себя уродом, мой рост 186 блондин. Правда, с зубами проблемы и из-за проблем с деснами у меня выпало больше половины зубов, мне придется скоро переходить на братец. Опять же, из-за этого я буду чувствовать себя стариком. Ну, понимаете, все это не важно, если у человека есть интерес к жизни, опять. То есть, ну, происходят какие-то вещи, да, проблемы с деснами и так далее. Кстати, а из-за чего проблемы с деснами? Вот. Вот так вот, вот так вот, ну, так вот сразу я бы предположил, что вы челюсти сжимаете сильно. То есть, сдерживайте себя, сдерживайте свои чувства. Вот. Тут надо смотреть. Так, общался с психологом полгода через скайп, мне это не помогло. Смотрите, общение с психологом. Когда человек как-то ждет, что ему поможет, вместо того, чтобы самому принимать какое-то активное участие в том, что происходит, то есть, замечать какие-то вещи в себе, вот, стараться, стараться, ну, меняться, да, менять какие-то свои привычные модели поведения, вот. Тут, а, это не помогает. Вы насколько активны были в работе с психологом? Так же, мне в физике довольно трудно нормально функционировать в группе людей. А что такое нормально? Все дело в том, что я очень многословен, если я нахожусь в компании с трех человек, вообще ничего не говорю в этот момент, мне вообще ничего не приходит в голову, чтобы как-то встретить или что-то дополнить, как это делают другие во время разговора. Не приходит ничего в голову? Вам стыдно, скорее всего? Вы слишком озабочены следом и оценкой себя, сравниванием себя, возможно, с другими. Будет у меня что-то в голову не порядка, будь то мое мышление во время разговора просто замараживается. Нет, это психологический за счет. Один на один я более-менее могу поддерживать разговоры в компании людей, мой мозг будет отключаться. Ничего страшного, вам нужно в этом случае, в этом смысле пойти на групповую психотерапию, вот. Есть группа, есть группы психотерапевтические, они в том числе общение. Вот вам помогут, вам помогут общаться, все будет в порядке. К тому же я начинаю жидко тупить и драматить. Это механизм, значит, скрытие вот вашего неполноценности. Однажды меня спросили, что ты молчишь, расскажи что-нибудь, после этого у меня как бы наступил супер и было неловкое молчание. Ну, сам такой вопрос, он уже свидетельствует о несколько ненадлежащем качестве общения. То есть, что общение это поверхностно. То есть, понимаете в чем парадокс? Человек, который очень сильно стыдится, себя стесняется, боится, вот. Он из этого состояния способен только на поверхностные контакты. Вот, потому что у него нет опыта, во-первых, эмоциональной близости, во-вторых, искренности, в-третьих, интересы там к чему-то, вот. И, соответственно, выбор себе собеседника и социального окружения, вот. И такой человек оказывается перед опытом поверхностного общения. А это поверхностное общение, оно только лишь подтверждает такому человеку его проблемы, вот. Понимаете, да, какой вот в чем здесь, так скажем, парадокс заключается, вот. Поэтому вам нужно этот круг порочный разорвать, вот. Дальше, как вы считаете, могут ли мои проблемы быть связаны с патологией развития мозга? Без понятия, этот вопрос нужен, этот вопрос нужно задавать врачу, вот. А, соответственно, психологи на такой вопрос, Дмитрий, не ответят. Я, честно говоря, хотел бы послушать, как вы пришли к тому, что можете задавать такой вопрос именно психологу, вот. И, как бы, вы говорите сами, что, значит, с психологом работали вы, получается, полгода, вам это не помогло, вот. И вы, тем не менее, снова обращаетесь к психологу, обращаетесь к психологу и задаете вопрос. Причем вопрос вы спрашиваете, или это все-таки может быть связано с детством, к примеру. Да, это связано с детством в большей степени, вот. И, вероятно, с детством нужно поработать, потому что вы создаете впечатление от такого достаточно подавленного, достаточно такого депривированного человека, вот. Но это уже зависит от подхода. То есть это зависит от того, у кого какой подход. В работе, я имею ввиду. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой и сформулировать базовые постилаты для психотерапии. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!